Как относитесь к действиям отряда АЗОВ, Айдар, а также к националистам? Что знаете об их деятельности? Наслышан в госпитале, лежал, что вроде бы наши парни хотели сдаться, что их вроде в спину выстрелили, а правда или нет, я не знаю. Такие слухи ходили, а так лично мы не знакомы. У нас их не было, это точно. У вас именно в подразделении? В подразделении вроде не было. До начала военной специальной операции, что вы знаете о действиях АЗОВа, Айдара? Ну, за Айдар я вообще мало знакомый язык, я не чувствую. А про батальон АЗОВ? АЗОВ чувствовал, что и Мариуполь тоже, что там контролирует. А на других территориях Украины они чем занимались? Какими-либо противоправными действиями занимались? Я не чувствовал, я чувствовал, что в основном правый сектор шел. А правый сектор чем занимался? Ну, я контролирую, я там чувствую. Ну, подробнее. Ну, то буги охраняют, там с пималой сетками, три поют. То это, сэто, по сути, правый сектор. Ваши командиры говорили о том, что вооруженные силы России открывают гуманитарные коридоры. То, что можно сложить оружие и выйти. А об этих коридорах вы где узнали? Так нас построили весь госпиталь. Сказали собираться. Мы все были на вещах. Другой, что сразу погрузкой направили. То есть на прорыв, да? Да. Кто лежачий, что геть не могли ходить, то меня носилки погрузили, чтобы сразу по машине. А кто еле передвигался друг за друга, тоже погрузка в машину формировалась. Ну, то есть о гуманитарных коридорах вам никто ничего не говорил. С 2014 года от администрации района, области, администрации вообще Украины, какие вам поступали указания по празднованию 9 мая, памятники? На этого деда воевали, я праздники всегда отмечал. Хоть было тоже такие приказы, что типа 8 мая отмечать. Я пока последний ветеран не умер, в 2016 году вроде. Да и так я отмечал. Даже девчата 9 мая прийду в памятник, и школа всегда ходила. У меня директор школы тоже, и отец, дядьки воевали, что мы всегда отмечали 9 мая. Это наша история, я считаю, и забывать нельзя. А указания какие поступали? Ну, 8 марта отмечать. Там бак, носит. А 9 мая? Ну, типа. Ну, подробнее вот здесь про 9 мая. Ну, сильного значения ему не придавали. По сравнению с тем, как в 2002 году, то раньше собирали ветеранов, подарки раздавали, привозили цветы, там по 5 грамм привезли. То за последних лет 5-6 этого не было, что там привезли ветерана. У меня голова ради ветеранин, нормальный, ему уже около 90 лет на Горняк Борис Василий, что такие же сознательные люди, они уже давно, то мы всегда убежали ветеранин. Про герой Георгиевские ленточки вам что говорили? Ну, запрещается она все 9-е раны. Раньше вдевались, что, допустим, у нас 9 мая было, то всегда европейские ленты вдевали. А тогда запретили вдевать, маки вдевать. Маки? Да. Это вот на 8 мая, да? Ну да, на 8 мая маки. А наказание, какое там было, какое-либо преследование, если увидели? Нет, не было преследование, ну так просто наказали. А что он им не может сделать? Я же на их лучшее, тем более жители, в каждую батьку его, в детку, отец его его. А жителей в вашем населенном пункте, в районе, в области наказывали, если видели кого-либо с Георгиевской ленточкой? Да такого не было ничего. Ну, потом у меня с войны не вернулося 112, а вернулося 67. Я всегда не помню, ветеранин все. У меня практически все село вывивало. То есть, отец, брат, кто там, консулат по-любому. Потому что практически 95-97% у меня на строй не заветерал. Так что, чтобы приехал бы председатель райисполкома, если рады, сказал, что у вас отменяется, то мне кажется, я бы... Ну, все было неофициально, да? Ну да. По памятникам в Великой Отечественной войне, какие были указания? Ну, такая типа была, что-то там, закрывать. Закрывать, а кто давал такие команды, то, что закрывать памятник? Ну, кто изначально. Я фамилии не буду, хочешь я. Хоть я и хожу. А сносить? Да нет, сносить не было. На тот момент еще не было, да, команд сносить, то, что памятник? Ну, было типа разговори, типа памятники приводят и в Голодомор, так и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok